Всем привет дорогие друзья, с вами снова я Авера World, вы на канале Авергейминг и сегодня мы продолжаем проходить NFS BeamNG Drive И уже давненько не было серии по этой рубрике, уже аж примерно 2 недели и вот я решил всё-таки её продолжить Наконец-таки выходит следующая, получается, это уже третья серия прохождения этой, как бы, новой, ну типа игры, которую я, типа, адаптировал Проходение BeamNG Drive, которую я адаптировал под Need for Speed Как вы помните, что, думаю, по крайней мере, если не помните, можете, короче, по подсказке перейти посмотреть Собственно, в этой серии я хотел купить тачку нам для прохождения некоторых гонок Собственно, мы открываем карту, давайте посмотрим, смотрите У нас осталась, получается, вот эта вот гонка, которую я сейчас по, типа, курсорам ввожу и подсвечиваю Она, типа, увеличивается, потому что, ну, Бандикам не хочет записывать курсор почему-то Короче, вот, она вот сейчас мигает у вас на экранах и вы видите, какую гонку я сейчас выбираю, короче, так будет Так и буду я вам это всё дело показывать Итак, получается, у нас осталась вот эта вот гонка, сейчас я вторую вам покажу Вот она, и для, получается, которую я сейчас подсвечиваю, нужна стопудовая машина для того, чтобы до её проходить Ну, типа, оффроудовская, там, D-сириес или ромер или чё-то такое А вот для этой, по-моему, как раз-таки нужно вот это вот, ну, в принципе, подходит наша ETK-i-сириес Которая у нас, собственно, изначально и была Получается, нам нужно проехать вот эту гоночку, чтобы мы могли купить ромер, который я тюингованный Который я бы очень хотел взять, потому что, насколько я помню, что цена тюнингованного ромера Я выставил, получается, 9 тысяч долларов На данный момент у нас в бюджете 8 тысяч Нам одной тысячи не хватает Ну, вот тут, в принципе, платят 4 тысячи за то, что мы пройдём, типа, за 2 минуты 40 секунд И нам заплатят тогда 4 тысячи Если за 2 минуты 50 секунд, нам заплатят 3 Если за 3 минуты, то нам заплатят только лишь 2 И, получается, за эту гонку я ещё не выставлял цены, но надо будет выставить потом Получается, собственно, у нас есть вот эта вот гоночка Которую нам необходимо просто пройти И думаю, что просто, раз я хочу ромер, значит, мы будем проходить эту гонку И очень надеюсь, что у нас получится это сделать Снова нажимаем M, переходим в режим А, блин, не переходим ещё в режим Нам нужно сначала выставить метку сюда Так, всё, едем теперь, значит, вот сюда По нашему любимому навигатору Так, ехать будет очень недалеко Так как здесь, ну, как бы, расстояние совсем, на самом деле, маленькое Только так кажется, что оно довольно-таки большое Так, ага, а, блин Это, получается, я мог там просто развернуться? Ну, ладно, хорошо Мы ж как бы, типа, ну, мы ж в NFS-ке Мы можем делать здесь всё, что угодно Ну, блин, ну, лучше бы я здесь просто развернулся Ну, блин, я ж не знал, что здесь есть Есть, конечно, увы Но печально Видно, досадно, ну, ладно Как говорится, так, ты чё, реально сейчас сюда будешь заворачивать? А нет, молодец А то бы он мог нам немножко помешать и так сдавать У нас, как бы, конечно, машина для трека Но надеюсь, что для такого ралли она нам, в принципе, подойдёт Только она здесь не тормозит вообще И мне чё-то кажется, что всё-таки она не будет подходить Эх, печально, конечно, наверное Блин, конечно, эту гонку я проходил уже давно Вот для того, чтобы узнать, какое время нам нужно Я не помню уже на какой машине Такс, играть И начинаем, собственно, эту гоночку Надеюсь, у нас получится её хотя бы с первого раза там пройти, например Такс, 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 такс И получается хренач Гоу Отлично Мы можем ехать Такс Ну, кстати, надеюсь, у нас всё с этим делом получится Конечно, у нас неограниченные попытки по поводу переигрывания Но, тем не менее, хотелось бы проходить эти гонки максимально быстро Потому что максимально быстро проходить эту, вот, мою игру Такс, блин, здесь водоём Надеюсь, у меня получится его пройти Так, давай Ты чё, заглохшь? Ты подожди... В смысле? Я... Прошло 30 секунд, а я уже застрял Как так-то, Авер, а? Ну, получается, блин, он застрял на четвёртой передаче За то, что у нас здесь коробка, типа, механическая Мы не можем сбросить передачу Я, как бы, конечно, могу, получается, переключить на реализм И только радуюсь, что я не помню, на какие кнопки Получается здесь у нас клатч Ну, типа, сцепление На какие кнопки там ещё чё-то, короче Поэтому лучше я не буду всё это дело трогать Я назад поставлю аркаду и просто переиграем Потому что, блин, конечно, с этим нужно делать Можете, типа, попробовать на первую передачу перед этой хернёй скинуть И там на первую аккуратненько проехать Потому что, типа, ну, я... Насколько я помню, на эту машину нету конфигурации С автоматической коробкой передачи Здесь только мануальная, типа, есть Конечно, здесь есть автоматическая, но она четырёхступенчатая Короче, такое себе менять Да ещё и деньги тратить Ехать в автосервис для того, чтобы покупать эту деталь Я забыл сбросить передачу Да, Мавер, конечно, молодец Ну, вы сами знаете, что у меня там с памяти не такое себе Ну, ладно Хотя, ладно, надеюсь вам, в принципе, всё равно На то, что у меня с памяти Так, ну, ладно, ну вас здесь не сильно напрягает Короче, ладно, пофиг Что это вам вообще это... Объясняю вам Вам это знать вообще не надо Так, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-ти-тану Если у меня не получится это сделать, то вообще, в принципе, можно нафиг отсюда выходить, ехать, покупать там, я не знаю, тюингованный D-series. Потому что, честно, стоковые тачки, вот эти вот проводовские, такие себе, они очень будут медленны. Мы нифига ни разу не пройдем, получается, эти гонки на тот результат, который нам был бы нужен и опять забыл сбросить. Короче, фигня эта затея, проходить эту гонку на этой машине. Это вообще фигня. Да, лучше, короче, мы сейчас поедем, купим этот D-series тюнингованный и нормально будем все это дело проходить. Конечно, я хотел Romer, но, в принципе, D-series, насколько я помню, который я выбирал, если, конечно, я не забыл, какой я выбирал, для того, чтобы для тюнингованной его конфигурации, то, в принципе, там выглядит все очень даже приемлемо и хорошо. И, в принципе, он довольно-таки быстрый. Конечно, не такой, как Romer, но, тем не менее, D-series тоже нам очень даже подходит. Короче, тогда, получается, я отправляюсь в автосалон и возвращаюсь, когда буду покупать уже машинку. Только сейчас я поставлю себе, пожалуй, меточку. Примерно это находится вот здесь вот. Такс, хоба. И вот, собственно, вот таким вот образом мы туда и отправляемся. Такс, тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо-тихо. Че это так? Че? Че ты творишь, Escape, а? Ладно, пофигу. Короче, я возвращаюсь всегда, когда доберусь до автосалона. Ну вот, я уже, собственно, и приближаюсь к автосалону, и сейчас мы будем покупать новенький Romer. Ну, конечно, хотелось бы Romer, но, тем не менее, у нас в бюджете всего лишь-то 8 тысяч долларов, и нам на тюнингованный Romer не хватит. Итак, заезжаем, блин. Я, конечно, не с той стороны заехал, но ладно. В принципе, так, можно сократить. Кто так в NFS-ке только не делал. Такс, получается, мы сейчас паркуем здесь вот свою тачечку. Вот таким вот легким образом, получается. Это глушим ее, выключаем фары, и выходим, и идем, собственно, получается, в сторону автосалона. Ко входу, естественно. Итак, получается, переходим примерно вот сюда. Вот здесь вот вход, наверное, находится. И мы, получается, открываем список автомобилей совместно с их стоимостями. Итак, получается, что нам нужно в самом низу, вот тут вот видите, Гаврил, получается, D-сири и Гаврил Роамер. Нам нужно что получается? Смотрите, вот есть у нас этот самый Роамер. Давайте его откроем и посмотрим. Вот есть у нас, конечно, стоковый Роамер. Вот он, собственно. Справа сверху у вас он отображен. И у меня тоже, собственно, идентично. Но есть еще тюингованная его версия, которую мы могли бы купить. Но, тем не менее, мы ее не купим. Собственно, это вот она. Мы могли купить вот такой вот тюингованный Роамер. Но, увы, он стоит 9 тысяч долларов. А у меня находится сейчас распоряжение всего лишь-то 8. Поэтому мы не сможем его купить. Ну, а стоковый покупать это такое себе. Поэтому мы сейчас берем и выбираем. Получается, D-сири, Гаврил. Итак, собственно, вот он у нас. Где он? Вот он. Открываем его стоимость. И получается, что у нас есть вот этот вот стоковый синенький, который у нас вообще изначально, когда мы только входим в игру, появляется. И он стоит у нас, получается, 5 тысяч долларов. Но у нас есть аж 8. И нам хватает на тюнингованный. Получается, какой из них тюнингованный? Из них тюнингованный, это получается, вот где же он? А, вот он, вот он, вот он. D-25 лифт. Собственно, вот этот вот у нас тюнингованный. И вот мы именно его покупаем прямо сейчас за 8 тысяч долларов. И только что у нас отминусовались эти 8 тысяч долларов. Остался у нас всего лишь-то 0, но зато аж 2 тачки. Получается, это вот это вот ETKI Series. И вот такой вот огромный GPRA Gabriel D-Series D-25 лифтед. Итак, собственно, давайте проведем его небольшой обсмотр. Конечно, думаю, те, кто играли в Винке, его уже насмотрелись. Но, тем не менее, я все равно покажу. Собственно, у нас есть вот такой вот, как бы, кенгурятник. У нас есть очень хороший клиренс. Очень прям классные колеса. Кстати, может быть, даже он будет и лучше для наших целей. Потому что, ну, ромер у нас он длинный, большой. Этот будет немножко, наверное, все-таки покороче. Да, и тем более, как-то он двухместный. Ну, пикапчик такой высокий. Даже, наверное, полегче, чем тот. То есть, короче, для целей наших он, может быть, даже подходить лучше. Собственно, сейчас мы вот эту вот нашу ETKI бросаем здесь. Если что, потом за ней вернемся когда-нибудь. И думаю, что вас, скорее всего, продадим, когда накоплено, какую-то новую крутую тачку. Если вообще будет продолжение этой рубрики, на самом-то деле. Ладно, давайте, короче, хватит уже о нем разговаривать. Нам нужно ехать на гонку. И давайте первой гонкой мы пройдем все-таки вот эту вот. Итак, получается, мы ставим для нее чекпоинт. Но, тем не менее, перемещаемся по вот этой вот точке. Итак, собственно, вот мы таким образом очень и очень быстро переместились. И можем подъезжать к этой гоночке. Итак, собственно, вот у нас есть теперь такой вот огромный, мощный пыль. Ну, не сказал бы, конечно, наверное, что быстрый, но, тем не менее, мощный джипяр. На нем будет, естественно, намного легче проходить эту гонку, так как, ну, уже это джип. И мы, конечно, потратили деньги. За эту гонку мы, скорее всего, получим все-таки наши, получается, 4000 долларов. По крайней мере, на это очень надеюсь, буду гнать, как, не знаю, как не в себя, для того, чтобы все-таки заполучить эти 4000 долларов. Конечно, будет обидно, если мы получим всего лишь-то 3, но ничего страшного, очень надеюсь. Хотя, по крайней мере, ну, 3000, конечно, это хорошо, но нам больше хочется, совсем, естественно, 4. И надеюсь, что в этой серии, может, мы даже его и окупим. Итак, получается, выбираем и нажимаем играть. И такс, получается у нас, собственно, вот он, и мы... Так, подожди, не туда, не туда, не туда. Вот все-все-все, начинаем, начинаем, разгоняемся, точнее, газуем. И хреначим. Ура, мы едем на этом мощном, красивом, большом грузовике. Вообще, топ-топ, просто топ. Итакс, мы разгоняемся здесь. Здесь, конечно, нет, ну, мне бы надо, на самом деле, поспешить. Я не буду здесь даже тормозить сейчас. Вот здесь вот я не буду тормозить, хотя я бы, на самом деле, это сделал, если бы это была не гонка. Но у нас все-таки гонка, и мы хотим эти 4000 долларов, и поэтому мы их обязательно получим. Итак, собственно, здесь я тоже тормозить не буду, так как это, ну, вообще фигня, как для такого огромного просто... Не, ну, знаете что, я, кстати, его даже продавать, наверное, не буду, в отличие от ЕТК, потому что, ну, может быть, еще будут гонки по песку, а нам тачка для песка понадобится. Но это, по факту, вообще одна из единственных тачек для песка и для, как бы, грязи, которая у нас есть. Поэтому мы его, как бы, ну, разве что есть еще ромер, но я не хочу все-таки продавать эту тачку, потому что это будет, во-первых, в минус, а нам деньги нужны, и, как бы, лишние какие-то махинации проводить не особо хочется. Поэтому мы и просто оставим все это дело, так как оно уже есть, и будем кататься на Гаврилле D-Series Lifted, D-25. У нас вроде как-то так он называется, я уже даже начал забывать. Хотя нет, ну, как я мог забыть, я аж помню даже, вот я аж все правильно сказал, я аж даже уверен, что я правильно сказал. Зачем я сказал, что я мог уже даже забывать? Непонятно. Ну, конечно, ну, ладно, все равно, да, блин, я хотел уже говорить свою любимую фразу, печально, обидно, досадно, ну, ладно. Но у нас здесь на Ассамбиле не подходит, поэтому я ее все-таки не буду произносить. На Ассамбиле вообще это я все говорю чисто для того, чтобы заполнить пустое место и не молчать для того, чтобы вы могли нормально все это дело слушать и наслаждаться тем, как я говорю. Потому что у себя здесь просто катался молча, вам было бы, скорее всего, неинтересно, и вам намного интереснее будет смотреть, как я еду и слушать, что я тут постоянно говорю. Вообще какие-то непонятные вещи в основном бывают. Ну, ладно, в принципе, нормально, адекватно вообще, да, да, да. Так, мы уже едем, получается, около двух минут, у нас немножко подлагало время, но, тем не менее, ничего страшного, оно все равно отлагивает, это я знаю. Так, с 2 минуты 3 секунды у нас уже, получается, 14 чекпоит, осталось всего лишь что-то 2. Получается, это следующий уже, следующий финиш, неужели у нас так легко получится забрать это золото? Итак, получается, мы загоняемся вот сюда, вот сюда, вот сюда, вот сюда, аккуратненько, так, едем, 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 хорошо. И вот уже финиш, у нас 2.23, получается, в итоге мы очень хорошо проходим эту гонку вообще на изи просто. Я думаю, что я бы на этой самой, получается, на ЕТК, я бы так не смог, у нас 2 минуты 36 секунд, и мы за ровненько, так, чуть-чуть меньше, чем за 4 секунды до того, как закончилось бы наше золото, мы приехали, и мы все-таки смогли это сделать, ура! У нас получилось, как же я рад, с первого раза причем, офигеть! Эта тачка просто мощная, на самом деле, кому она тоже нравится, можете поставить лайк. Собственно, вот, у нас только что предпустовало 4 тысячи долларов, и в итоге у нас есть аж 2 тачки, 4 тысячи долларов. Короче, у нас тупо деньги вложены в тачки, но, тем не менее, даже наличка у нас все равно осталась, это круто. Собственно, у нас теперь ЕТК, я не знаю, за сколько мы продадим, я уже уехал от автосалона, и возвращаться туда не особо пока что хочу. Конечно, мы на самом деле можем, типа, телепортироваться, наверное, между тачками, но это будет как-то не рпешно, не честно. Ну ладно, в принципе, напишите, может, и в комментариях, можно ли мне телепортироваться между машинами, типа, камерой. Ну ладно, думаю, что, в принципе, я отправляюсь, наверное, сейчас в сторону второй гонки для того, чтобы ее пройти и все-таки получить наши деньги. Она, собственно, находится здесь недалеко, и вот мне есть ехать вообще фигня, поэтому, собственно, я вернусь тогда, когда к ней уже подъеду. И получается, вот я уже и приближаюсь к точке начала этой гонки. Я посмотрел там просто хотел скрины, того, за сколько я ее проходил уже когда-то, и посмотреть, собственно, за сколько мы, ну, по времени, короче, как нам нужно будет эту гоночку проходить. Короче, я посмотрел, получается, 5 минут это золото, давайте, 5.30 это серебро, и 6 минут это бронза. Конечно, эта гонка, на самом деле, довольно-таки длинная, думаю, что вы уже по времени это поняли, как я только что сказал, это у нас получится. 5 минут это золото, и получается, ну, конечно, хотелось бы золото получить, но я помню, что эта гонка прям, ну, очень сложная, очень долгая, по крайней мере, вначале, потому что, ну, попыток, насколько я помню, у меня было, на самом деле, довольно много для того, чтобы пройти ее на какое-то время и понять, за сколько мне нужно будет ее проходить на ролик, сколько там, что стоит. Но проходил ее, на самом деле, довольно-таки давно, и если вы вдруг заметите, что я как-то как будто бы трассу знаю, это просто совпадение. Я, на самом деле, просто очень сконцентрировался, и хочу ее пройти. Ну, буду, конечно, проходить, наверное, ее все-таки лучше поаккуратней, для того, чтобы все-таки, как минимум, с первого раза пройти, потому что не хочу сильно затягивать этот ролик, потому что он и так уже получается на 15 минут, а с этой гонкой он должен будет получиться на 20, так, 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 это уже неприятно, на самом деле, блин, у нас колесо ведет, все, гг, надо начинать заново. Потому что, не, ну, с колесом ведущим, это, получается, только начало, мы там сколько, два чекпоинта собрали, и уже как-то у нас колесо ведет, прям жестко, на самом деле, вы, наверное, может, не заметили, но там вело прям очень жестко, я тупо в стену, на самом деле, зафигачивало. Ну, короче, лучше начать, мне кажется, сначала, потому что, ну, гонка длинная, и, как бы, в самом начале лишится колеса, это такое себе, поэтому лучше мы просто рашим в самом начале, рестартнем, и с целым Гэврио мы уже поедем. Так, мне кажется, что там сверху мне лучше держаться как можно ближе к стене, точнее, к скале, для того, чтобы никуда не упасть, потому что тут, наверное, может все-таки обрыв какой-то произойти, резкий, непонятно. И меня может туда утянуть, и это будет неприятно, если, тем более, это будет где-нибудь посередине трассы, поэтому лучше будет нам держаться как-то поближе к скале, и, кстати, вот одно из тех мест, видите, вот тут дыра, видите, 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 я просто сейчас сконцентрировался и внимательным стал, а так я обычно иногда это не делаю, и поэтому я вот это все замечаю, видите, блин, я про эту штуку даже забыл, на самом деле, или я ее только сейчас, на самом деле, увидел. Ну ладно, в принципе, вам вообще зачем эта информация, главное вам смотреть на то, как я это все дело прохожу, и как я, на самом деле, реально волнуюсь, потому что я не хочу затягивать ролик, я не хочу, чтобы он был слишком короткий, я хочу все-таки пройти эту гонку полностью и закончить по-нормальному этот ролик, и получить свои, кстати, я не сказал про призы, за 5 минут получится золото, это 6 тысяч долларов, 5 тысяч, это у нас, получается, за серебро, которое будет за 5.30, и, получается, за 6 минут у нас дается бронза, за которую дадут всего лишь-то 4 тысячи долларов, хотя, на самом деле, эти 4 тысячи долларов, это не всего лишь-то, мы, в принципе, хотим получить уже, ну, как бы, 4 тысячи долларов, поэтому, получается, тогда уйдем в окуп с этой тачки, у нас еще и ТК дополнительно останется, и, в итоге, мы будем в плюсе за все время, ну, как бы, с момента покупки, точнее, этого Д-Сириса, но, тем не менее, все равно хочется получить как можно больше, и 6 тысяч долларов нам в этом очень помогут, у нас, в итоге, уже будет аж десятка, плюс Д-Сирис и плюс ЕТК, на самом деле, имущество, в принципе, уже неплохо, это хорошо, и, кстати, по-моему, уже заканчивается потихонечку этот вот опасный участок, хотя, нет, смотрите, вот эти вот камушки меня очень настораживают, вот, конечно, для подвески это, по факту, все равно, вот, для этого Д-Сириса, но, тем не менее, для колес-то не все равно, их как поведет сейчас, как вывернет нафиг, и я уже не смогу никуда лезть, так, вот, у нас начался, кстати, асфальтированный участок этой дороги, это, в принципе, хорошо, здесь, конечно, ЕТК очень хорошо бы подошла, но вы сами понимаете, что, как я уже вижу, съезд с этой дороги, тихо, Авер, ты куда, ты что наделал, ну, Авер, ну, блин, заговорился, понимаете, и вот упал, как видите, ну, блин, обидно, ну, что ж, давайте, ладно, попробуем сначала, все-таки, блин, короче, ладно, на 22, на 23 минуты все равно, лучше я уж пройду эту гонку уже и закончим с этой Ютой, и перейдем на следующую карту, скорее всего, потому что, ну, типа, это уже вроде как последняя гонка, мы все равно в конце серии посмотрим, нет ли еще каких-то, и закончим, либо закончим, получается, эту серию, либо, ну, как бы закончим с Ютой, либо еще вдруг у нас останется одна гонка, в которой мы пройдем в следующей серии и перейдем на следующую карту, конечно, если вы соберете лайки, потому что, ну, скорее всего, все-таки, насколько я помню, это последняя уже гонка на Юте, у нас откроется следующая карта, конечно, я еще не выбрал все-таки, какая будет следующая, но, тем не менее, я все равно сделаю это, как бы, ну, в этой серии, и получается, следующая серия, следующая карта выйдет, и, в принципе, продолжение этой рубрики выйдет тогда, когда наберется на этой серии 10 лайков, да, конечно, может быть, запросы слишком большие, потому что предыдущая серия собрала всего лишь 5, ну, а я уже здесь в этой серии прошу 10, но вы сами понимаете, это как бы переход на следующую карту, какой-то новый контент, тем не менее, да и тем более просмотров набирает эта рубрика, очень даже неплохо, предыдущая серия набрала 60 просмотров, пусть и при, получается, 5 лайках, но, тем не менее, все равно, давайте как-то собирать побольше лайков, мне нужны, как бы, эти самые, продвижение ролика дальше, поэтому, так что, вот такие вот условия будут, да, если уж, блин, чтобы вышла следующая серия по рубрике Need for Speed BeamNG Drive, вам нужно набрать 10 лайков, все, думаю, что очень даже честно, в принципе, и вы, думаю, что очень даже, как бы, способны все это дело сотворить. Я очень на вас надеюсь и буду, конечно, на самом деле, мне реально нравится тоже эта рубрика, надеюсь, как и вам, поэтому, если вам она тоже нравится, если вы хотите продолжения, то обязательно поставьте лайк для того, чтобы набралось на этой серии, опять же, побольше лайков и вышла следующая серия по уже последующей карте, на которой мы будем проходить гонки. Думаю, что гонок там будет, в принципе, и побольше, и денег у нас уже будет больше, и тачка там уже другая какая-то будет, поэтому вам выгодно будет, в принципе, все это дело сделать, поэтому, если вы хотите какой-то крутой контент дальше, поэтому просто ставьте лайки и, как бы, пишите комментарии, потому что я вас тоже спрашивал, что это, по протяжении этой серии я тоже у вас что-то спрашиваю, тем не менее, пусть вы в предыдущей серии, я просил, не написали, какую тачку вы хотите купить, чтобы я купил Ромер или Д-Серис, поэтому выбрал я сам, но тем не менее, все равно, как бы, пишите комментарии, мне это очень подбадривает, и мне это очень нравится, когда вы все-таки это делаете. Так, получается так, не, на самом деле, мне здесь, на самом деле, надо поспешить, потому что, ну, как-то то, что у нас здесь уже аж 2 минуты 37 секунд, и мы находимся всего лишь-то здесь, и как бы такое себе. И так, до этой точки мы еще не доходили, и, получается, уже мы съехали с асфальтированной дороги, которую я говорил в предыдущей попытке, что подходит для нашего ЕТК, но, тем не менее, мы здесь на ЕТК не проходим, так как у нас здесь попросту, ну, она бы там не проехала, мне кажется. Вы видели те обрывы, увидели те камни, она бы стопудово там не прошла, именно поэтому мы здесь и берем этот Д-Серис. И так, получается, давайте все-таки здесь, наверное, лучше притормозить, так как я вижу здесь деревянный какой-то опасный мост, мне он не нравится, поэтому лучше возле него мы притормозим, но когда-то на него заедем, мы нажмем, естественно, газ, потому что уже понимаем, насколько, ну, точнее, понимаем, как мы будем проходить этот участок дороги. Собственно, здесь уже на земле опасных каких-то участков, наверное, не будет, как мне кажется, потому что здесь уже, как я вижу, здесь камней вообще почти что нету, дорога широкая, мы уже не на горе находимся, точнее, не на скале, и у нас здесь уже все, в принципе, хорошо. Поэтому можем просто жать газ в пол, но теменение мне все равно нигде расшататься не хочется, поэтому и буду ехать, я все равно аккуратней, чем мог бы это делать, потому что, ну, как-то здесь слиться, это уже такое-то, тем более, что в предыдущей попытке я слился максимально по-тупому, потому что, ну, я в те вот все участки, на которых я постоянно сливался раньше, на которых я постоянно где-то непонятно каким образом улетал, я не слился, а тем не менее просто с вами заговорился, и вылетел как-то непонятно как на бок, и упал со скалы. Это было неприятно, поэтому такие ошибки повторять не хочу. У нас, по-моему, кстати, реально заявочка на этот приз. Блин, каким образом, блин, Авер, ты считал это время, когда подсчитывал, что первое место, золото должно быть 5 минут, а у нас уже, как бы, следующий чекпоит это финиш, и мы прошли за 4 минуты 23 секунды, по крайней мере, это пока что за 4,5 минуты. Получается, Авер, ну как ты, куда ты смотрел по этому времени? Короче, все равно время мы менять не будем, тем не менее, как бы вы сейчас можете, ну, как бы, ну вот. Вот, вы можете видеть мою предыдущую сохранительскую попытку, да, они сохраняют, собственно, это будет 4 минуты 52 секунды, и я решил ставить на 5 минут, чтобы у меня получилось. Ну, ладно, думаю, что, в принципе, это уже организационные моменты, которые вас не должны особо сильно волновать, поэтому, ну, как-то забудем, давайте про это. Ну, ладно, собственно, мы прошли эту гонку успешно, и у нас только что прибавились 6 тысяч долларов, и у нас в итоге уже есть аж целых 10 тысяч долларов. Этот, получается, Геврил Д-Сириус, который нам уже в плюс принес 2 тысячи долларов, себя сам окупил, молодец. И в итоге у нас еще осталось ЕТК Ай-Сириус, в котором мы в следующей серии поедем к автосалону и продадим. Ну, собственно, на этом мы будем с вами заканчивать. По поводу лайков вы поняли меня. Собираем 10 штук, и выходит, получается, следующая карта с продолжением этой рубрики. Но если не набирается 10 лайков, то на этом эта рубрика, увы, закончится. Собственно, на этом все. Думаю, что, в принципе, это мы с вами будем заканчивать. Поэтому, эх, жаль, Бандикам не записывал больше 10 минут. Надо, короче, приходить на какую-то другую программу. Он чисто не записал мои последние, ну, как бы, последние в этой серии слова, которые я говорил. Это, получается, вам, собственно, прощание. Ну, и как бы, ну, как прощай, покатствие, или как там еще можно это назвать. Короче, просто всем большое спасибо за просмотр. Не забывайте ставить лайки, подписываться на канал. Это очень важно. Таким образом, меня будет очень сильно мотивировать и делать мне приятно. И по поводу лайков, как я только что уже говорил, я так, по-моему, сейчас записалась, вы меня поняли. А также по поводу комментариев я вас очень прошу писать, потому что меня это очень тоже, опять же, мотивирует. И я обожаю читать ваши комментарии. Собственно, хватит мне тут уже говорить. Эту серию пора заканчивать. Поэтому всем вам я желаю удачи. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok